Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он говорит нам «Вот что я ожидаю от каждого из вас». Это также приоритет, поскольку это первая заповедь. То есть это должно быть первым в списке наших приоритетов — любить Бога. В начале каждого дня мы призваны сконцентрировать взгляд, веру и любовь в первую очередь на Боге. Хорошая новость в том, что Бог никогда не попросит нас делать то, что мы не способны выполнить. Он обязательно даст нам возможность. Он дает способность выполнить то, о чем Он просит. Бог говорит «Прежде чем ты сможешь любить Меня, необходимо, чтобы что-то произошло в твоем сердце. Я буду вмешиваться по мере открытости и восприимчивости твоего сердца и сам изолью свою любовь в твое сердце». Моя сила, моя способность изменить сердце делает это. Я меняю сердце из каменного вплотяное, способное любить. Прими мою любовь, чтобы ты мог ее отдать. Апостол Иоанн говорит «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Апостол Павел говорит, что любовь Божия излилась в сердце наше Духом Святым. Помню женщину, которая попросила о молитве и сказала, «Мне кажется, что все благословения, Божий благо, прекрасные переживания, всегда для других. Они всегда проходят мимо меня, а я остаюсь пустой, сухой, и я лишена того, что так хотелось бы пережить. Мне это так нужно, но я ни разу не ощутила ни Божью любовь, ни Его присутствие. Я почувствовал, что важно уделить этому человеку время, и мы не спеша помолились и с верой приблизились к Богу, с ожиданием, что Бог желает исполнить это обещание, о котором я говорил. Через какое-то время небеса открылись, сердце этой женщины открылось, и она пережила силу Божьей любви, как никогда раньше. Все потому, что ее сердце было открытым. Несмотря на разочарование, ее сердце было открытым, и она захотела еще раз хвататься за Божью любовь. Божья благодать также для вас, кто меня слушает. Вы имеете возможность хвататься за Божью любовь. Открывайтесь перед Ним. Примите сегодня этот поток любви, который изливается в ваше сердце для того, чтобы помочь вам освободить вас, исцелить вас и наполнить. Для того, чтобы вы могли, в свою очередь, любить Бога. Видите ли, любить Бога — это не просто выражение эмоций. Любить Бога — это конкретика. Наша любовь к Богу должна быть доказана. Например, написано, что тот, кто любит Бога, будет хвалить Его и почитаться. В Его словах или в сердце будет постоянно звучать признательность, благодарение, благословение, потому что Бог достоин этого, несмотря на наши условия. Также написано, что если мы любим Бога, мы должны противостоять злу. Мы не можем любить Бога и любить зло одновременно. Мы должны выбирать то или другое. Если ты любишь Бога, ты должен отделиться от того, что не угодно Ему, что не есть истина, справедливо, от того, что не является Его волей. Любить Бога — это также любить братьев, любить ближнего. Конечно же, прежде всего, любить Бога — это соблюдать Его заповеди. Иисус сказал, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. Многие библейские отрывки ясно говорят об этом. Теперь давайте посмотрим шесть известных обещаний. Это обещания, которые даны тем, кто любит Бога. Первое обещание в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 21 стихе. «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Это означает, что вы будете знать Бога, Он будет открываться вам особенным образом, если вы любите Его. Второе обещание написано в 1 Коринфянам 2 главе. «Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его». Написано, что Бог приготовит разное для тех, кто любит Его. У вас будут более глубокие, сверхъестественные откровения, если вы любите Бога. У вас есть доступ к дополнительным богатствам, к тайнам, если вы любите Бога. Ваш духовный рост будет видимым и очевидным. Третье обещание. «Ты будешь наслаждаться Его защитой». В 144-м псалме написано. «Хранит Господь всех любящих Его. Его рука над вами и Его защита на вас». Четвертое обещание. «Его благодать преумножится». Написано, что Бог творит милость до тысячи родов, любящим Его. Он думает даже о вашем потомстве. Если вы любите Бога, вы уже благословляете свое потомство. Господь творит милость до тысячи родов, любящим Его. И, конечно же, соблюдающим Его заповеди. Люди часто говорят, «В моем роду были проклятия». Но все же написано, что именно те, кто ненавидит Бога, ощущают тяжесть. Над их жизнью, их семьями, потомством стоит духовная тьма до третьего или четвертого рода. Но благая весть в том, что Иисус заплатил за это. Он взял на себя наше проклятие, чтобы мы могли быть совершенно свободны. Верьте в Него, доверяйте Иисусу, хватайтесь за спасение во Христе Иисусе, и вы будете освобождены от любого родового проклятия. Пятое и предпоследнее обещание. «Ты получишь утешение в различных обстоятельствах». В послании к римлянам, 7 главе, 28 стихе написано, что любящим Бога все содействует ко благу. Для тех, кто любит Бога, все содействует ко благу. О последнем обещании написано во многих отрывках Библии, но я читаю послание Иакова, 1 главу. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Невероятное, особенное, личное наследие хранится для вас на небесах по мере того, как вы любите Бога». Коротко напомню вам о шести обещаниях. Ты будешь расти в Его присутствии, ты будешь расти в откровениях, ты будешь наслаждаться Его защитой, Его благодать преумножится в твоей жизни, ты получишь утешение в разных условиях, и твое наследие будет обеспечено тебе. Пусть вас Господь благословит. Я уверен, что вы в своем темпе еще раз посмотрите и поразмыслите над этими библейскими стихами.